МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яркий, индивидуальный, очень характерный, с хрипотцой в голосе. Успешный и признанный актёр уже более 10 лет не только блестяще играет, но и сам ставит спектакли. Он готов на смелые поступки, а в постановке «Дорогая Памела» для более убедительной игры согласился даже на настоящую пощечину. 28 января знаменитому актёру, успешному режиссёру исполняется 60 лет. Меня зовут Алла Вначкова. Здравствуйте. В гостях программы званый гость, заслуженный артист Республики Беларусь, режиссёр-постановщик Гродненского областного драмтеатра Сергей Куриленко. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Я очень рада встрече с вами. Как идёт подготовка к юбилею? Как-то сказать, там что-то готовится в театре. То есть, остаётся для вас пока немножко таким сюрпризом. Наверное, коллектив что-то подготовил. А лично вы пока ещё в этом не участвуете. Но где-то, может, так собираетесь отметить всё-таки такая дата. Во-первых, конечно, я сейчас над спектаклем работаю, над новым. За работой нет времени. Который называется «Чёрная комедия» по пьесе Питера Шеффера. Поэтому сказать, что я как-то... Я знаю, что юбилей, но это как-то так. То есть, для меня важнее сейчас вот эта работа. Это второстепенное. На первом плане сейчас работа над новой постановкой. Да, хотя я понимаю, что там народ шушукается. За спиной что-то происходит. Сегодня нечто несли похожее на моё изображение. Я понимаю, что что-то будет. Поэтому как-то отмечать придётся просто. Сергей Владимирович, ну вот на сцену вы вышли очень давно. Ещё в школе, на импровизированную, в классе. Что за роль тогда сыграли? И помните сейчас первое ощущение после спектакля? Первая моя роль – это спектакль, который ставил папа моего одноклассника. Это вы в каком-то классе учились? Это я даже не точно не скажу. Это, наверное, может быть, класс пятый был, может быть, даже четвёртый. Вот достаточно рано. Это был Буратино, и я играл там Дуримара. Отрицательную роль, поэтому с удовольствием большим играл. Всё удалось, всё получилось. Что испытали, вот выйдя со сцены? Я помню, что мне нравилось, и помню, что получалось. А вот каких-то впечатлений, как это было, естественно, уже не помнишь. Это уже такая хорошая временная патина наросла, что уже память с трудом найдёт там что-то такое. Но в драматический театр вы пришли более 35 лет назад. Тоже, в принципе, очень большой отрезок жизни прошёл. Но, может, помните, кто тогда был кумиром? На кого вы тогда хотели равняться? Вообще были там, были артисты, которые, конечно, завораживали. Кто, например, вас так завораживал? Смоктуновский – это общепризнанный был гений. Думаю, что все понимали, что эта величина просто недостижимая. Но и в нашем театре были замечательные артисты. Замечательные. Я всегда смотрел, как Виктор Андреевич Смачнев работает. Всегда. Мещенчук Владимир Андреевич. То есть актёры у нас были хорошие. Было, опять-таки, с кем работать было, потому что и работали вместе с ними. И можно было и за кулисами посмотреть во время спектакля. И всегда, я говорю, с огромным удовольствием. Ну вот, всех не перечтёшь. Но были актёры просто, я не знаю, называть это кумирами, это может быть неправильно. Но, тем не менее, те, на которых вы хотели бы равняться и быть похожи. Вот это настоящий актёр, человек, который отдаётся творчеству или театру полностью. Дорогого стоит, и ты понимаешь, что да, вот это... Есть на кого равняться, с кого брать пример. А вообще, если говорить о роли, они как-то в вашей личной жизни сказываются? Бывает такое, что роль сыграно, а уже за кулисами она давлеет над вами? Нет. Вот у меня уже такие вопросы задавали. Про меня, про себя я скажу, что кажется, нет. Может, я думаю, что это тоже всё индивидуально. Для меня, мне кажется, нет. Для меня, мне кажется, я вот, если я отработал, вот на этом всё закончилось. То есть я к спектаклю готовлюсь, прихожу в театр, я на сцене. Всё, вот это то место, где вот этот человек, этот персонаж, это уже не я. А вот потом всё, опять-таки уже я. Ну хорошо, но в вами сыграно более 70 ролей. Вот есть такая роль, которая помогла вам более полно выразить себя? Которая была ближе всего вам по вашему внутреннему состоянию? Играя которую, вы понимали, что вот вы тоже в своей жизни действуете и мыслите так, как этот человек. И жизнь которого вот так же очень-очень похожа на вашу. Или всегда это было такое гениальное перевоплощение, и тех людей, которые вы играли на сцене, их жизнь была абсолютно не похожа на вами, это просто была игра. Вот если по большому счёту, то мне просто больше нравится работать то, что от меня так подальше. Мне с этим интереснее, мне интереснее копаться в каком-то другом характере, поэтому люблю мерзавцев играть. Это значит, что нет, это не к тому, что а я такой ещё там пушистый, ласковый. Нет, это к тому, что значит во мне это там есть, просто глубоко спрятано. Говорят, есть такой типаж, и вот, наверное, вы как раз и подходите под вот это вот слово, и вам хорошо вот эти такие характерные роли. Да, я люблю и повозиться с этим люблю, и поискать, что же это за человек такой, то есть мне всегда это интересно. И если, ну если он, вот чем, не то что чем дальше, я говорю, всё равно, всё равно это ты, всё равно там есть с тобой что-то общее. Я говорю, может быть, ты это глубоко прячешь, чтобы этого никто не видел, но вот достать для сцены это, почему бы нет. Ну последние 10 лет вы так активно проявляете себя в роли режиссёра, вами поставлено более 10 спектаклей, сложно было начинать. Получается, что вот сегодня вы ещё вместе с этими людьми играете, а завтра вы начинаете их учить, как играть. Вы знаете, не только начинать, но я и пока чувствую, что достаточно сложно всё. Я не скажу, что ой, ну всё уже, вот я этот экзамен уже прошёл. Нет, меня, мои партнёры и мои актёры, с которыми я работаю, они меня экзаменуют постоянно. Поэтому я не скажу, что, а, ну вот уже всё, я уже знаю, что меня уже приняли. Нет, до сих пор нет. А я по-прежнему, я же рядом всё равно. То есть вот тут только-только вы играете какого-то такого нежного, хорошего человека, а тут вы приходите. Вы вообще, у каждого режиссёра есть его стиль. Вы уже патор, речи идти ругают. Я нет, к сожалению, нет. Дело в том, что я знаю, что таким способом можно чего-то достигать, и даже чаще всего это правильный способ. Но мои партнёры, мои актёры знают меня другим. И мне для них эту маску, может быть, если бы я сразу начинал с этого, может быть, было бы проще в этом смысле. А это всё равно, ну надо опять-таки на себя что-то другое одевать, чтобы меня видели другим и понимали, что... Хотя я знаю, что я и там наорать могу. На артистов, наверное, редко. Да, по-моему, вообще никогда я так пытаюсь вспомнить. Наверное, нет. Потому что не люблю, когда на меня кричат. А доводилось, с некоторыми режиссёрами работал, и всегда для меня это неприятно было. Ну, видите, со всеми по-разному. Я вообще, как бы, я считаю, что это неправильно, когда тебя принуждают, когда тебя строят и когда тебя заставляют, что это изначально неправильно. Хорошо. То есть кнутом вы пользуетесь крайне редко. Да. А пряник часто у вас в руках? Тоже, наверное, нет. Вот. Хвалить очень не хвалю. Очень... Когда уже... Вот у нас последний такой этап, это когда уже спектакль почти готов, я огромное количество страниц списываю, когда уже замечания вот так вот не делаешь. То есть ты не останавливаешься, уже спектакль катится. Ты записываешь. И я обычно много пишу. То есть, значит, много меня не устраивает. Это, значит, уже не похвала, когда я начинаю. А вы пишете именно замечания? Вы не пишете что-то хорошее? Нет, я иногда пишу, что молодец, или плюсик себе ставлю за какую-то сцену. Потом я это тоже говорю. Но минусов гораздо больше обычно. Гораздо больше. Ну, это не потому, что я артистов там поругать хочу, а потому что, ну, это все равно соотносится с тем, чего ты добиваешься. А лично вам похвала, что значит? Вот для вас, чтобы быть признанным, чтобы вашу актерскую работу, режистерскую признали, это вообще роскошь или это вообще обыденное хорошее дело? Нет, я как-то не очень замечаю, что меня там сильно хвалили. Ну, бывает, бывает, на худсовете хорошие слова говорят, но все равно это не «Ой, как здорово!» Вот говорят, хороший получился спектакль, то есть достаточно, ну, еще и все равно где-нибудь там иголку какую-то вставят. Было хорошо, но можно было сделать еще так. Поэтому я не скажу. А, конечно, приятно, когда тебя хвалят, когда мне говорят, там, узнали. Я-то всегда с ощущением в Гродно хожу, что нас вообще никто не знает и не видит. И когда видишь, что тебя зафиксировали просто зрительно, думаешь, уже ли люди в театр все-таки ходят, да? То есть, ну, я... А вот для вас лично, вот, зритель в зале, как-то психологически это влияет на вашу игру? Для вас, вы вообще, когда в роли, вы играете для вымышленного какого-то зрителя или для конкретного, который сейчас сидит в этом зале? Во-первых, играешь, как бы, ты учитываешь, что зритель есть в зале, но ты работаешь для партнеров больше, для тех, кто рядом. То есть, ты ситуацию играешь, ты не думаешь вот про то, что там зритель, ты думаешь потом, постфактум, там, посмеялись, наоборот, затихли. Ты уже думаешь, что, ну, значит, сцена идет нормально. Но это даже эти, вот такие мысли, они мешают обычно. То есть, надо все равно заниматься на сцене только делом. Про зрителя думать лучше не думать. Лучше не думать, но невозможно про него не думать, да? Часто бывает, ну, если они вдруг засмеялись, как-то, понимаешь, что, да, реакция есть, понимаешь, что отозвались. То есть, то есть, все равно ты и дыхание чувствуешь. И если спектакль идет хорошо, то ты тоже это чувствуешь, что в зале такое либо напряжение, либо постоянный хохот, да, то есть, в зависимости от того, что ты играешь. Но ты часто можешь слышать или там чувствовать, не слышать даже, можешь чувствовать, что получается, что принимают. А ближе вам актерская игра или все-таки режиссерская работа? Мне кажется, что я уже вот сейчас с режиссурой настолько связан, что вот это вот мое, и заниматься надо этим. Не скажу, что я там актерство бросил, но вы знаете, я недавно и Башмачкина сыграл, и вот в своей постановке в Мотыльке играл полковника Кинчина. Ну, то есть, все равно я с удовольствием работаю и с этой профессией пока не расстался. Но мне кажется, это очень вам сложно. Получается, с одной стороны, вы ведомый, вы играете роль, и вы должны слушать режиссера, а с другой стороны, вы ведущий. И вот в тот момент, когда вы на сцене и что-то исполняется, не хочется ли режиссеру данной постановки подсказать, сказать, а вот я бы здесь вот сделал так. И если хочется, делаете ли вы это или все-таки молчите? Нет, вы знаете, вообще я не считаю, что профессия актера – это такая пешка. Я когда с артистами работаю, я говорю, предлагайте, я не вижу в этом проблемы. Часто поступают именно от актера какие-то такие хорошие идеи, какой-то там… Бывает, бывает. Для режиссера, мне кажется, весь вопрос в том, насколько эти идеи туда или нет. То есть, потому что ты все равно знаешь. Режиссер – это тот, кто знает. Своё видение у вас есть, насколько идеи ваших актеров… Да, и режиссер – это знает, откуда мы, куда должны прийти. А если это ведёт в сторону, то лучше это отвергать. Если это туда, куда ты ведёшь, почему нет? То есть, если это хорошая идея. Может быть, у вас есть какая-то любимая цитата об актёрской деятельности? Может быть, ваш девиз в вашей профессиональной жизни? Девиза я не знаю, но про актёрскую профессию я часто слова своего педагога вспоминаю, который говорил, что надо себя знать, надо понимать, кто ты такой. То есть, знать свой аппарат психофизический, понимать… Он говорил, это как музыкальный инструмент, ты должен знать, на какую клавишу нажать, чтобы получить определённый звук, ну, то есть, эмоцию вызвать в себе какую-то. И как в профессии актёра для меня это было важно тоже понять. И сейчас всё равно ты думаешь, ну, вроде как себя знаешь. Наверняка ещё что-то не знаешь. И когда получаешь какую-то роль, и потом работаешь с режиссёром, это я уже про актёрскую профессию говорю, то как раз в этом тоже часть работы – найти в себе, может быть, что-то новое, что ты ещё не знал. И тоже вот открыть какие-то клавиши, которые ты никогда раньше не нажимал. Оказывается, они есть и могут звучать. То есть, получается, более 70 ролей сыграно, но ещё есть сложные роли, ещё есть вот эта вот вершина мастерства, до которой ещё вот можно стремиться. Не знаю, я никогда не считал, что я достиг каких-то вершин, никогда не считал. И более того, я считаю, ну, как мне кажется, когда начинается работа, это не поверьте, что я не кокетничаю. Когда начинается работа, ты начинаешь с белого листа. И ты начинаешь снова себе, во-первых, пытаешься доказать, я окружаю, ну, не доказать, не знаю, как это назвать, это, может быть, я неправильно называю, но во всяком случае пытаешься, пусть доказать будет, что ты что-то умеешь, и что у тебя что-то может… не умеешь, что у тебя что-то может получиться. То, что вы гениально сыграли вчера одну роль, сегодня об этом уже никто не вспоминает и не говорит. Нет. Вы должны гениальны быть каждый раз в каждой новой роли, и каждый день доказывать, что вы действительно заслуженный артист Республики Беларусь, актёр, и действительно очень грамотный режиссёр-постановщик. Какие вы хорошие слова говорите по поводу гениальности. Вот, не знаю, никогда себе таких не ставил планок, и думаю, что гениальных — это единицы, дай бог, чтобы талантливым быть и то, и то. Ну, во всяком случае, надо доказывать, что у тебя способности хотя бы есть, что ты что-то умеешь. Но то, что вам присуща такая от природы скромность, это мы действительно сейчас уже увидели в процессе нашего с вами беседы. А вот есть какие-то ограничения из-за вот этой вот вашей творческой работы? От чего вам приходится постоянно отказываться? В чём себя приходят постоянно ограничивать? Да нет, я не скажу. Я вот тоже сейчас задумался вопрос такой, думаю, нет. Мне кажется, каких-то ограничений у меня нет от этого, от профессии. Ни от той, ни от другой, кстати. Какой-то вот бытовой жизнью я живу той же, которой я не думаю, что она поменяла бы что-то. А вообще хобби есть у вас? Кроме театра? Вот, наверное, хобби у меня нет, это беда, наверное. Но если есть время и возможность, я с удовольствием тоже иду в театр. Не в свой, у нас бывают гастролёры, я иду на гастролёров. Я иду на какой-то концерт с удовольствием. Хожу на выступления студентов в университет, если меня приглашают с удовольствием. То есть я в этом смысле какое-то тоже, если бывает вот время, то я его с удовольствием провожу тоже интересно. Кстати, у нас просто заканчивается программа, но хотелось бы ещё задать некоторые вопросы. Что касается молодёжи, вам нравится работать с ними? Хотелось бы им передать своё мастерство, поддержать, показать, рассказать, как? Работать нравится по поводу мастерства, ну, дай бог, если так получается. Потому что я про это не задумываюсь. Я думаю просто, что мне с ними интересно, что мы можем какой-то результат совместный получить. А про то, что я им что-то там параллельно передаю, ну, слава богу, если это так, если они чему-то научились. Ну, наверное... Ну, бывает такой вот, какой-то отрывок из спектакля вы репетируете, и вот есть, ну, совершенно такой новый, молодой актёр, и вот, ну, вот не получается у него войти в эту роль, ну, не знает он как. Вот подходите, говорите, вот послушай вот меня, вот, а я бы сделала бы так и так. Показать, как это можно сделать. Вы это делаете, когда вы сами режиссёр? Когда я режиссёр, тогда я, конечно, я что-то предлагаю, что-то, говорю, и там, говорю не туда. Но это я и не только с молодыми, это я со всеми актёрами так делаю. Сергей Владимирович, это нормальный процесс. Но получается, что у каждого из нас в какой-то определённый период жизни начинаем мы задумываться над вопросом, всё-таки для чего мы пришли в эту жизнь. Вот вы смысл своей жизни в чём видите? В том, чем я занимаюсь. Мне кажется, в этом смысл. И когда я спектакли ставлю, мне тоже кажется, что это вот часть вот этого, для чего я пришёл, чтобы всё-таки зрители пришли и тоже о чём-то подумали. Вот я и пьесы такие ищу, и спектакли стараюсь делать такие, чтобы они какой-то отклик у зрителей находили. Плохо, когда я знаю, что есть отклик на номер 13, в котором, наверное, каких-то глубоких мыслей нет. Ну, значит, просто для того, чтобы люди сняли напряжение, пришли, посмеялись. Ну, пусть даже для этого. Ну, значит, я для этого живу. Расскажите чуть-чуть в двух словах о своих планах на будущее. С планами на будущее сложно. Вот я сейчас как раз в работе, буквально только приступил к новому спектаклю, который называется «Чёрная комедия». Я уже, по-моему, успел сказать, не помню, по пьесе Питера Шефера. Ну, это пока начальный этап. Вот сегодня мы второй день на сцене ногами ходим. До этого мы сидели, читали текст, обсуждали, разбирали. А сегодня вот мы второй день ходим уже на площадке. Поэтому такой вот начало работы. Что из этого пока получится, неизвестно. Хочется, чтобы это было и смешно, но там мне нравится тоже в этой пьесе. Есть какая-то линия любовная, которая всё-таки, ну, о любви всегда интересна и не всегда смешно. Ну, а что из этого всё получилось, мы узнаем совсем скоро. Конечно. В марте будет премьера, и мы обязательно об этом расскажем и покажем нашим родницам. И я уже приглашаю вас всех на премьеру, которая, надеюсь, состоится 27 марта. Далеко ещё, ну, значит, может, ближе ещё как-то встретимся. Если всё пойдёт по плану, 27 марта будет премьера. Да, если всё будет по плану, да. Сергей Владимирович, я благодарю вас за беседу. Ещё раз поздравляю вас с юбилеем. Я желаю вам побольше хороших ролей, удачных постановок, ну и пускай всё-всё задуманное обязательно сбудется. Спасибо большое. Я рад был нашей встрече. И встречи с вами, дорогие зрители. Напомню, гостем программы «Званый гость» был заслуженный артист Республики Беларусь, режиссёр-постановщик Гродненского областного драмтеатра Сергея Куриленко. Меня зовут Лавнычко. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин